удивительная погода на сопках уже снег лежит на той стороне амура но здесь снизу не видно видно у меня с квартиры уже второй день лежит снег вот значит о какой аппарат поехал волга блин и что-то такое опять с утра вроде небо было голубое опять как вчера вот такими мрачными вчера дождь был еще местами тучами затянуто в общем такое вот мрачно срачное вот здесь вот пусть вас не удивляют это ивы что тут еще лист висит на самом деле везде он уже опал ну тут такой вот парк как бы раньше болото было поэтому несколько другая немножко экология еду и вспоминаю день 10 ноября а кто помнит что было 10 ноября с вами юрич а вы не помните чем было 10 ноября давно это был аж восемьдесят втором году ну кто не знает может набрать 82 год 10 ноября там конец эпохи и т.д. короче но я продолжу а вот обстановка последнее время прям так и напоминает причем начни напоминает не сколько вот в окружающей действительности да вот видите срубленные деревья опять свежие только что посвинячили это вот они никому не мешали это вот надо было вот понимаете на пакости вот все силу куда брошу это вот почерк эпохи этой вот напоминает именно эпохально там он дерево спилили кому-то помешало то есть вот конец этой эпохи только вот дебильность всякую плодить тогда тоже пионеры там салюты отдавали но я кстати 10 ноября болел второй день у меня грипп был один из немногих случаев когда я блин школу не пошел три дня я а там в это время было очень картина маслом ко мне даже пришли мои друганы уже на третий день температура когда спала описывали что происходило я дико не кром смысле мне было дико смешно и тупо от того что как люди ведутся на такое прям вселенская скорбь короче вот у нас там девочки в истерике бились и плакали короче представляете до 6 класс там девочки плачут над портретом вождя понимаете ушедшим ну а вы этот шоу цирк как воспринимать я вообще особо не воспринимаю да когда но вот у меня товарищ просто вот он вроде тоже жил в одно время со мной вчера к нему захожу в гости он вот типа мимо нас поехал к нам за я говорю к тебе заедет ага поинтересуется как ты еще не сдох на свою нищенскую пенсию короче а этот товарищ у меня он очень гордится собой бляха что он типа 50 лет даже не в 50 48 умудрился выйти на пенсию типа обману государства ни хера полезного практически за свою жизнь не сделал дачу забросил детей не родил ну короче так вот у него как-то не сложилась жизнь но он очень доволен что дожил до пенсии ой грустно и вот масса на этих людей сейчас они конечно будут состояние как это трамвай да без это без рельс вот кпд их примерно такой ну трамвай то хоть он перевез за свою службу в массу людей это просто напоминание ты тупорылой эпохи до чего до чего доводит пути низация всего да вот до такого абсурда короче то есть если слова трамвай будет восприниматься вот с бухаловкой с какой-то это потому что нормальную бухаловку поставить них денег нет они экономят место чтобы построить нормальное кафе с туалетом с это вот эту вот с умывальником делают вот такую вот хочу я выглянуть на первак посмотреть на сопки потому что сейчас уже день третий час и дух прохладненько прохладненько зябка даже я бы сказал очень зябка хорошим так что поздравляю всех с окончанием есть повод порадоваться да выпить закусить за скоро окончание эпохи то ну понимаете затмение которое было 14 то есть она не простое кольцевое самое смешное но было она россии как бы вообще не касается оно было там бразилиях в аргентинах короче но с другой стороны оно подчеркивает как бы что вся эта структура мировая весь этот большой как говорится заговор накрывается тазом что уже до самых кольцевой в россии было прошлом году накрывается тазом вообще конечно восемнадцатом году если кто помнит если кто так долго на моем канале но я в кавычках есть люди которые подольше у россии был шанс и у многих других стран и окружающих с этого говна соскочить но вместо этого провели футбольный этот самый да люди пошли короче все по тому же пути по пути зарабатывали якобы и зарабатывали а дело не обо То есть отринули путь духовный Пошли по пути стяжательства Не стяжательства духа, а стяжательства материи Ну и поэтому, как говорится Кто хотел, тот пошел по пути стяжательства духа А кто изображал из себя Больше, чем он на самом деле является Ну и плохо, что государство, конечно Они все-таки перевели Как мне объясняли москвичи Москва на этом поднялась на чемпионате Ну как она поднялась Опустив всю остальную страну Всех остальных дорогих россиян Ну а сейчас уже это как бы Отработка, конец сценария Он уже отработан Вот не могу резкость нас строить Опять лекции Думал китаец какой-то Это все равно лексус Ну вот на тех сопках снега нет Но он был, он растаял, короче Испарился Лазит патриот с корейским движком И корейской коробкой Очень патриотично Не надо было фары такие узкоглазые сделать Чисто корейские Вот Ну собственно больше добавить нечего А остальные комменты Ну можете там Как говорится Высказать свои сомнения и проще При этом никакой абсолютной радости От этого нет Да Потому что какая может быть радость Потерянной пятилетки Ну представляете Вообще эта система 2018-2023 Да, куча сожженных никуда ресурсов А она вот Если отмотать от 2018-го Это 2013-й То есть еще одна пятилетка Это когда у нас было наводнение Ну состояние дамп на бусте Можете посмотреть Я показывал Да, прошло 10 лет Со времени наводнения И чего построили Да, там Там даже до сих пор Имитация идет То есть за 10 лет Никакого реального Дела Никакой материализации Никакой пользы А наоборот Куча умерших Куча уехавших Просранная Молодежь Которая Деградировала Просто образование Да, полностью гуманитарного Деградировала То есть ничего технического Даже на уровне там Кладки кирпичей Раствора Уже дети не могут Или работы с лопатой Извините На приусадебном Блин Или Как при школах Раньше были огороды Там И прочие Клумбы Там Ну На участке То есть Чего Потреблять И гаджеты Которые абсолютно Бесполезны Да Которые отнимают Деньги Время напоминают Какошенник Дзыньк-дрыньк Чтоб ты далеко Не отбегал от них Хотя Благодаря гаджетам Видите Снимая кино Но опять таки Видите Избранным Поощрение Всяким дебилам А нормальным людям Никаких прямых эфиров Никаких прямых трансляций Чтоб Не дай бог Как говорится Дрожжи не попали В самую почву Не забродило Ничего Поэтому Смотрим Чего будет Год Двадцать четвертый Конечно Даже До него Принесет Охренительный Котоклизм Я думаю Все Всем спасибо Не хочу быть долгим Нудным Вот до десяти минут Уже домотал Да Договорил Основной контент Музыкальный На Бусти Там я массу Пластиночек Оцифровал За последний месяц Так штук десять Дошел Наконец-то Как-то время Появляется И люди Подкидывают Донаты Поэтому Всем спасибо Кто хочет музыку Заходите туда Все До свидания С вами был Юрич Делали-делали Но вот это вот Все равно Да Супер И с той стороны Главное Несимметрично Видите Там Такая что Зигзагами Обходить И тут Как это Специальный проект Короче Но Комент Но зато Добились До хера Да Избавились Все пытаются Избавиться От леворуких Машин Никак не получается Да Налогами Налоги на сортиры Что-то Значит Рубль будет Крепче Налоги на сортиры Налоги на грибы На что еще Ну на спиннинги Три крючка И прочее Зато Вот Последняя пятилетка Вообще Как бы Всплеск Я его законотворческим Не назову Даже Идиотизма Но он Такой Конкретный Короче И Как Его А пофигей Вот Эта Вся Хренота Короче Специальная Специальная Хренота Вакцинация Сейчас Просто Стоял И Передо мной Стояла Старушка Которая Впечатление Что и лет 70 Как будто Она первый раз На почту Пришла Короче Вот И удивлялся Короче Вынесла Мозг Почтальонша Умудрилась В очередь Создать Вокруг себя Ну Как бы Охренеть Просто Думаешь Бабушка Ну Взяли С собой Внучку Или Жучку Уж Если Сами Хотя Вроде Так Смотришь Вполне Бодрая Старушка То есть Вот Накладывает Давление Эпохи Нормальные Люди Становятся Нонсенсом Чем-то Это Такое Добавление К предыдущему Сюжету Идешь И видите Вот Этот Охрененный Этот Купит он На ваш Автор Посмотришь А у тебя Деньги Да Есть Вот Это Вот Знаете Про что я говорил Торжество Идиотизма Быстро Дорого Вы верите Быстро Дорого Ебоже Искать сюжеты Не надо В документалистике Надо просто Попасть В нужное Время В нужное Место И чтобы Заряд был На камере И место На флешке Дети И тут Гоняют Серпантином Навстречу Похрен Это Школа Это К вопросу Вот здесь Водяру Продают На первом этаже К вопросу Когда Строили Вот Эту Херню Молились Божились Водяра Не будет Ну В итоге Вырубили Тут Скверик Шикарный С Яблочками Зеленая Зона Вот Такие Яблоньки Построили Вот Какой-то Причем Водяра Такого Низкого Качества Какое-то Бойло Там Пешеходная Дорожка Машины Носятся Поэтому Это Сухо Грызенько Ой Еще Один Так Как Это Ответ Мерседесу Который Был Ранее В кадре Вот Это Через Сплошную Через Ладно Все Заканчиваем Думал Будет Последний План Но Нет Видите Зашел К товарищу Во двор Вот Свежак Просто Это Вот Буквально Вчера Сегодня Изничтожили Шикарные Деревья Это Вот В чем Дети Будут Расти Вот В этом Говне Пустынном С этими Газовыми Колонками Вот Она Эпоха Умирающая Поэтому Я говорю В окружающей Эпохе Чувствуется Там Тоже Сотрите Красивая Рябина Росла Все В ноль Короче Твари Тварье Тварье Панкует Напоследок В Неживых Городах Тварь Тварь Тварь